Олег Шамшур, бывший посол Украины в США и Франции. Здравствуйте. 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 В Европейском Союзе обсуждают возможные варианты реагирования на ракетный удар Российской Федерации по жилому дому в Днепре. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стану. Вот такие действия являются военными преступлениями и должны быть прекращены немедленно, добавил Стану. О каких вариантах реагирования, по вашему мнению, может идти речь? Я думаю, что очевидно это проявится в усилении военной помощи Украине. Хотелось бы, чтобы это было основным. Но, безусловно, то, что случилось в Днепре, оно скажется на принятии решений относительно предоставления помощи Украине и усиления санкционного давления на Россию. Я думаю, это почти самые очевидные вещи. Но хотелось бы, чтобы это происходило как можно быстрее и как можно в большем объеме. Вот, возможно, нужно ускорить поставки оружия. Поражение Украины в войне, которую развязала Россия, может привести к началу Третьей мировой войны. Поэтому Запад должен дать Киеву оружие, необходимое для отражения агрессии. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий во время визита в Берлин. Как вы считаете? Тут не может быть двух мнений об этом. Мы говорили часто и не только в Украине, но и западные аналитики, западные политики. Действительно, помощь Украине, прежде всего предоставление оружия, она должна быть увеличена и в объеме, и в номенклатуре. То есть Украина должна получить средства для того, чтобы доносить более сокрушительные, более эффективные удары по России, по российским войскам. И, соответственно, украинские вооруженные силы должны иметь свободу действий, свободу применения этого оружия против российского агрессора. Тут никаких сомнений быть не может. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислиц сравнил постпреда Российской Федерации при ООН Василия Небензиус с мясником, у которого на руках кровь мирных жителей, убитых в результате российской войны. Как вы прокомментируете эту публикацию? И вот сколько еще страна-террористы, ее представители, которые убивают мирных людей просто у себя в домах, будут находиться в ООН? Ну, мы, я могу вам сказать, что СССР всегда привыкли выражаться дипломатическим языком, но я абсолютно понимаю и поддерживаю Сергея Кислицу. Поведение России, ее преступления, они иначе не могут быть квалифицированы. Это первый момент. Второй момент – это то, что российская дипломатия, как в свое время дипломатия нацистской Германии, она, безусловно, является соучастником, несет ответственность за те преступления, которые совершает Россия. Ну и третий момент – очевидно, Россия просто, и российские дипломаты, иногда создаются впечатления, что другого языка, кроме прямого, откровенного, эмоционального, они не понимают. Что касается пребывания ООН, об этом мы уже говорили, безусловно, они заслуживают того, чтобы быть выдворены из ООН, из Совета безопасности, но если говорить о практических вещах, то я не считаю, что на это реально мы можем рассчитывать, по крайней мере, в ближайшее время, и какие-то серьезные подвижки могут произойти только в рамках реформирования, глубокого реформирования ООН, в котором она, безусловно, нуждается. Ну вот на Всемирном экономическом форуме в Давосе российской делегации уже не будет, там двери перед ними захлопнулись, причем ни официальной делегации, ни бизнес-делегации не будет, это впервые, впервые такое случилось. Скажите, как много эта страна потеряет? Ну, безусловно, это абсолютно за этим приятно наблюдать, это свидетельство дальнейшей изоляции России на международной арене, и, в принципе, хотелось бы, чтобы это повторялось и было фактом и других международных форумов. То есть это свидетельство о возрастающей изоляции России на международной арене. Оно не есть, эта изоляция не есть абсолютной, к сожалению, но как раз то, что мы видим в Давосе, свидетельство о том, что процесс идет. Ну, зато Россия присутствует в выступлениях, так сказать, да, вот, западные санкции против России погрузят российскую экономику в рецессию, которая будет длиться десятилетиями. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн, выступая сегодня на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Вот еще цитата, мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, ее индустрия лишается современных и критических технологий, заявила глава Еврокомиссии. Как прокомментировать вот это, скажите? Прокомментировать можно таким образом, что можно согласиться с тем, что сказала глава Еврокомиссии. И, безусловно, если посмотреть на весь, все пакеты санкций, то значительная часть санкций – это санкции, которые будут наиболее эффективными через некоторое время. Но в то же время мы уже видим, что уже сейчас экономика России страдает, испытывает воздействие со стороны санкций. Хотелось бы, чтобы таких санкций жестких, которые бы действовали уже сейчас, было бы больше. И я уже не один раз говорил, не менее важно то, чтобы любой пакет санкций не имел лазер, не предоставлял возможности для того, чтобы эти санкции обходить. И для того, чтобы последовательно продолжалась борьба с теми странами, которые помогают России более или менее откровенно, более или менее эффективно обходить санкции. Это тоже очень важно. Это зависит от позиции наших партнеров и в Европейском Союзе, и Соединенные Штаты, и другие. 20 января ожидается очередное заседание формата «Рамштайн». Вот чего ждать от этой встречи, по вашему мнению? Ну, чего ждать, очевидно, знают только участники «Рамштайна». Из того, что мы видим в открытых источниках, судя в том числе и по заявлениям нашего президента, видимо, будут на «Рамштайне» финализованы и соответствующие заявления о новых пакетах помощи. Из того, что я видел, мне кажется, наиболее важно, это то, что будут предоставлены боевые машины пехоты «Бредли» и «Мардер» с последней Германией. И я думаю, что сейчас все ожидают окончательного решения по поводу «Леопарда». Произойдет это на «Рамштайне» не произойдет, и произойдет ли вообще, мы, видимо, увидим в ближайшее время. Но то, что будут финализированы и пакеты помощи будут сделаны, заявления – это очевидно из того, что мы уже сейчас видим перед началом встречи. То есть, судя по всему, это будет очередной важный этап в усилении военной помощи Украине. Хотелось бы, чтобы в этом процессе не было реактивности, когда наши партнеры реагируют на очередную эскалацию со стороны России, чтобы усилился именно примитивный элемент, чтобы не дать Путину возможности терроризировать Украину, не дать ему возможности запугивать соседей и Европу, и весь мир. Действующая глава ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи во время визита в Украину посетил разрушенную в результате российской агрессии Бородянку в Киевской области. Вот насколько важно, чтобы и политики, и главы организаций продолжали приезжать вот в такие города, разрушенные российскими оккупантами, не только на полях саммита встречаться, чтобы они все видели своими глазами. Какой эффект это имеет? Это имеет очень большой эффект, и мы об этом уже говорили, мы это видели. Ну, по крайней мере, вот у меня отложилась реакция Фонда Ляйн, реакция Макрона, премьер-министра Бельгии и других деятелей, которые посещали места преступления, совершенных России. Это важно. Политика, как вы понимаете, достаточно прагматичное и очень часто циничное дело. И вот важно, особенно в нынешней трагической ситуации, чтобы в политику привносился такой эмоциональный элемент, когда те, кто делают политику, они видели, что эта политика не может быть так называемой реаль-политик, что на кону жизни людей и, очевидно, вот эти эмоции, то увиденное, оно будет и влияет на политические решения, которые принимаются или на уровне международных организаций, или в отдельных странах. Второй момент, мне кажется, не менее важный, что эти все встречи, эти все посещения, они достаточно широко освещаются средствами массовой информации, и важно, чтобы тема Украины, свидетельство о преступлениях россияне, постоянно были в международном информационном пространстве. Ну вот то, что вы сказали о реальной политике, да, вот есть такой пример. Очередной министр иностранных дел Германии Аналена Бербак, кстати, посетившая его, да, на минувшей неделе разбомбленных Харьков, хочет привлечь российское руководство к ответственности за развязанную против Украины войну с помощью международного специального суда. Бербок заявила, что суд за пределами Украины должен исходить из украинского уголовного права. Трибунал должен иметь возможность проводить расследование и судить российское руководство. Вот как скоро, по-вашему, может начаться вот такой процесс? Заявление Бербок очень важно, так же, как и перед этим было заявление французских представителей по поводу создания международного трибунала. Все еще в этом вопросе нет консенсуса между нашими партнерами, то есть в какой форме, какой должен быть создан механизм для привлечения России к ответственности. И поэтому как раз вот элементы позиции Германии, которые были озвучены, очень важны. И прежде всего создание специального трибунала. Что касается хронологических рамок, я думаю, надо реально смотреть на вещи. Мне кажется, это можно будет реализовать после окончания войны, после нашей победы. Но сейчас очень важно создавать при помощи наших партнеров и накоплять свидетельства о преступлениях России. Если в процессе переговоров о создании соответствующего механизма будут возможности, чтобы этот механизм или его элементы уже начали действовать еще во время войны, тем лучше. Но я еще раз подчеркиваю, я думаю, что говорить надо сейчас о накоплении обвинительной базы, о создании этого механизма. И в полной мере этот механизм будет, я хотел бы надеяться, будет задействован после войны. И нам также очевидно, что без привлечения Путина и его приспешников, и конкретных исполнителей к ответственности, не можно будет говорить об окончании, действительном окончании войны. Создание условий для неповторения подобных агрессий в будущем. Хотели бы поговорить о выборах в Чехии, вот президентских. Там пророссийский кандидат уступил экс-генералу НАТО, будет второй тур голосования. Экс-генерал НАТО Петр Павел неожиданно обошел бывшего премьер-министра Андрея Бабиша. Вот как вам такой расклад? Как вы считаете, какой президент будет лучше поддерживать Украину? Во-первых, в Чешской Республике президент играет такую формально-церемониальную роль, хотя Земан и попробовал выйти из этой роли, то есть оказывать большое влияние на политику. Но если следовать Конституции, то его роль достаточно ограничена. Но она, безусловно, есть. Это важная политическая фигура. Существенно и с точки зрения интересов Украины, что победу в первом туре предварительно получил Павел. Это в прошлом генерал НАТО, человек, который придерживается про-натовских, про-европейских взглядов, который высыпает в поддержку Украины. И, в принципе, если он будет избран в конце месяца, шансы для этого достаточно велики. Безусловно, это как бы создаст необходимую для нас синергию, имея в виду позицию премьер-министра и правительства Чешской Республики и политику и позицию президента этой страны. Для нас это очень важно, поскольку Чехия наш сосед и оказывает нам существенную помощь. И вот Казахстан еще хотели с вами обсудить. Парламент там проголосовал за отмену закона, который предоставлял ближайшим родственникам бывшего президента Назарбаева иммунитет от уголовного преследования, а также лишил его статуса лидера нации. Что за процессы там начинаются, но такие достаточно интересные? Я не склонен к тому, чтобы забегать вперед. Для этого минимально надо хорошо разбираться в хитросплетениях казахской политики. И поэтому достаточно сложно сказать, что в этом присутствует больше внутриклановая, внутрополитическая борьба или действительно стремление оздоровить политику и общественную жизнь этой страны. В этом плане для меня, по крайней мере, более важно не то, как преследуют бывших лидеров, а насколько лидеры нынешние готовы привлекать к естественности своих. Ну это, знаете, это не преследование, но просто его поставили, родственников поставили в один ряд со всеми гражданами. Да, для осуществления необходимых права и юридических процедур. Чтобы это выглядело не таким образом, а чтобы, более важно, чтобы те, кто находятся при власти, всегда испытывали ответственность и для них тоже действовал принцип неотвратимости наказания. Мне кажется, это более важно. Как пойдет дальше в Казахстане, сейчас сказать достаточно трудно. Даже если посмотреть на политику нынешнего президента в отношении Украины, то она, в принципе, такая политика, я бы сказал, качелей. С одной стороны, иногда мы видим правильные заявления и действия, с другой стороны, не те заявления и не те действия, которые нам хотелось бы видеть. Так что, видимо, тут надо будет понаблюдать за тем, что происходит в Казахстане, и в том числе с точки зрения интересов Украины, имея в виду внешнюю политику этой державы. Да, будем смотреть. Но процессы начинаются достаточно интересные. Спасибо вам огромное. Спасибо за ваши комментарии, за этот содержательный разговор. А я напомню, Олег Шамшур, бывший посол Украины в США и Франции, был с нами на связи. Спасибо огромное.